Здравствуйте, с вами Цердум. Надеюсь, вы уже определились при помощи моих предыдущих видео, ссылка на них есть в описании, с необходимыми вам под ваши цели и задачи процессором и материнской платой. Теперь я расскажу вам, как выбрать для вашего процессора охлаждение. Итак, выбор охлаждения для вас будет состоять из трех этапов. На первом этапе вы должны определиться с типом охлаждения, которые вы будете использовать. На сегодня есть два основных типа, это водяное и воздушное. Сразу скажу, я выбрал для себя воздушное, потому что, во-первых, я не доверяю соседству электричества и воды, во-вторых, так называемая водянка значительно дороже. Но вы для себя, разумеется, можете решить по-другому. На втором этапе вам нужно знать, какое тепловыделение у вашего процессора. Если вы еще не выяснили это, когда выбирали его, то уточнить эту информацию можно в его характеристиках, описание которых наверняка есть в том интернет-магазине, в котором вы его выбирали. Например, у моего Intel Core i7-8700K типичное тепловыделение 95 Вт. Соответственно, отбирайте для себя в интернет-магазинах систему охлаждения по параметру максимальное тепловыделение процессора. Но ни в коем случае не нужно выбирать впритык к параметрам тепловыделения вашего процессора. Радиатор вашей системы со временем может запулиться, а вы можете забыть своевременно очистить его от пыли. А его теплоотдача при этом может значительно снизиться и процессор будет перегреваться. Или вы можете попробовать его слегка, подчеркиваю, только слегка разогнать. При этом тепловыделение также повысится. Поэтому выбирайте с запасом в полтора-два раза. А для серьезного разгона нужен более серьезный подход к охлаждению. Если вы не маньяк разгона, вам это ни к чему. Я для своего процессора выбрал систему охлаждения на 180 Вт. Еще понравившийся вам вариант в характеристиках среди списка поддерживаемых сокетов обязательно проверьте наличие сокета вашей материнки. Они должны совпадать. В моем случае это сокет 1.1.5.1. На третьем этапе, что касается систем воздушного охлаждения, из отобранных систем вам необходимо отобрать те из них, которые не будут препятствовать установке планок оперативной памяти. Дело в том, что в отличие от водянки, радиатор с кулерами, которые устанавливаются на штатные места кулеров корпуса, на его стенках, радиатор воздушной системы устанавливается своим основанием прямо на центральный процессор и может оказаться значительно шире места, отведенного под него. И будет нависать над разъемами материнской платы, предназначенными под планки оперативной памяти. И если ваша оперативная память будет не низкопрофильной, как правило она сейчас вся идет со своими радиаторами охлаждения, да еще и с подсветкой, и поэтому не под всякий радиатор или его кулер поместится. У меня не получилось ни взять узкую башню, ни найти низкопрофильную оперативную память с нужными мне характеристиками. Поэтому я нашел для своего процессора вот такую систему охлаждения. Кулер мастер гипер 612 версия 2, которая не будет мешать установке любых плашек оперативной памяти. Обратите внимание, что центральная ось башни значительно смещена от центра процессора, благодаря чему ни радиатор, ни его вентилятор, так называемый кулер, не будет нависать над разъемами под оперативку. Плюс, если на вашей материнской плате разъемы под оперативку с двух сторон, то со второй стороны вы можете наблюдать специальные вырезы, чтобы не мешать установке в планах и там. Но обязательно проверяйте все размеры до покупки, чтобы не попасть в просаг. Хоть я и рассказываю о выборе комплектующих для полностью нового ПК, но на всякий случай обращу ваше внимание на то, что если вы решите использовать свой старый корпус для сборки нового ПК, то хоть для воздушной, хоть для водяной системы на этом этапе обязательно проверяйте их габаритные размеры на предмет, а войдут ли они в ваш старый корпус, а если войдут, то закроется ли у него крышка. На этом все. В следующем видео я расскажу вам без заумных деталей, как к вашей материнской плате подобрать оперативную память. Благодарю за просмотр. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok